ФРС снова застает глобальные рынки врасплох, а украинские встревожены эскалацией РФ. Недельный обзор финансовых рынков в колонке главы Департамента корпоративного анализа группы К. Александра Мартыненко для РБК Украина. На прошлой неделе по всему миру прокатилась волна повышений ключевых процентных ставок по Центральным банкам от США до Великобритании и Скандинавии и дальше вплоть до Вьетнама и Индонезии. Все эти повышения в большинстве своем были уже ожидаемыми со стороны рынков. В мире бурлит рекордная за многие годы инфляция, заставляющая центральные банки в срочном порядке сокращать доступ к денежной ликвидности. Не удивило инвесторов и ФРС своим решением поднять ставки на 75 базисных пунктов, такой шаг уже был достаточно учтен в рыночных котировках. Что потрясло рынки, так это опубликованный новый свод экономических прогнозов американского Центробанка. Потрясло настолько, что по сравнению с ним, объявления мобилизации и новые ядерные угрозы РФ выглядели для мирового сообщества инвесторов досадной мелочью. В этой сводке ФРС пересмотрела прогнозы своих ставок на конец года вверх на 1% пункт до 4,25 – 4,50 и значительно ухудшила прогнозы ВВП и уровни безработицы. Более того, Центробанк уже не видит уменьшения ставок раньше 2024 года. Глава ФРС Джером Пауэлл вновь заявил, что жесткий курс регулятора в борьбе против инфляции не остановит даже замедление роста американской экономики до нуля. И оказалось, что даже обычно наиболее осторожные участники рынка, инвестирующие в казначейские облигации США, снова недооценили жесткую позицию ФРС и угрозы рецессии. Доходности десятилетних облигаций прыгнули за прошедшую неделю до самой высокой отметки с 2011 года 3,68%. Еще более стремительно взлетели доходности двухлетних бумаг до 4,20%, что традиционно считается признаком приближения рецессии. Этот взлет доходностей снова ударил по котировкам золота, и когда-то любимый многими инвесторами безопасный актив скатился в стоимости до 1640 долларов за унцию, самой низкой отметки с апреля 2020 года. Конечно же, распродажи не обошли и рынки акций. Ascent Amp P500 рухнул за неделю на 4,6%, и в целом ведущие индексы акций вплотную подобрались к нынешним минимумам в июне или даже пробили их. Капиталы бежали из сырьевых рынков, быстрее всего из лидера по торговым объемам на. В финансовых рынках нефти цены на марку Brent упали за неделю на 6%, до 86 долларов за баррель. Достаточно ли такая мощная рыночная коррекция? Не обязательно. После лет содействия щедрому притоку денежного ресурса на финансовые рынки центральные банки вынуждены усиливать жесткое монетарное регулирование рекордными темпами. В таких условиях рынкам чрезвычайно трудно учесть весь масштаб негативных последствий, что предвещает новые вспышки волатильности. Положение рынков акций – одно из более уязвимых, ведь более высокие ставки и более высокие угрозы рецессии еще должны привести к снижению прогнозов корпоративных доходов в ближайшем будущем. Если российская эскалация прошла для глобальных рынков, слабо замеченной, на рынке украинского долга смущение инвесторов было гораздо более ощутимым. Рынок ОФКС и так оставался малоактивным, однако объем торгов на вторичном рынке еще больше снизился. Стоимость украинских. Еврооблигации снизилась на 1,3 цента, до 20-29 центов на доллар. Также теряла позиции гривна. За прошедшую неделю ее курс в кассах – 10 банков, являющихся крупнейшими эмитентами платежных карт. Ослаб с 39,4 – 40,4 гривен, доллар, до 40,6 – 41,6. Валютный рынок по-прежнему требует больше наличного доллара и больше положительных геополитических новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова